Добрый вечер! И, прикладно, столько же под жилье. Такие лишь бы сегодня улучшиваются в фонде Гомеля облмайомость. Правда, чтобы реализовать некоторые будинки, их кошки пришлось снизить до минимальной одной базовой величины. Хоть и выпадки, когда новые улазники готовы платить миллиарды рублей, на Гомельшине так само не являются выключением. Будинок былого корпуса интерната, который ранее належал Светлогорскому отделу эдукации, местовое приватное предприятие, но было практически за полный кошек. Сегодня это уже не коммерциальная тайна. За трехповерховый будинок заплатили, маль, 2 миллиарда рублей. В наступном году был интернат, станя полновартосным гостинным двором. Хоть некольких андрёвых клопок тут працуют уже зараз. Коли окупятся вкладенные сродки, предприниматель не каже, але отмавляться от бизнесу не сбирается. Кучей на дворот, огучивая у райваконками планы по створению на территории центра сучасного дитячего городка, что сделает выкористание ранее непотребной майомости еще больше эффективным. Деревья, которые сегодня уже состарились, они практически уже не нужны городу. Мы планируем там сделать мощную детскую площадку в центре города, чтобы дети свободно с матерями и отцами могли сюда посещать. Разум с тем, реализовать за першопочатковый кошт усе объекты отримывается не за все, особенно, когда это отель сельской местовости. Былый дитячий сад у Весы Антоновка Добрского района не працует уже два года. Только селита провели четыре аукционы по его продаже. Першопочатковый цену за 7,5 миллиардов снизили до полутора, але покупника усе ровно не знайшли. У райваконками не выключают. Уся справа у отдаленности от Добрша и областного центра, при том, что будинок, сдаденный эксплуатацией в 2002-м, изнаходится в добром стане. Для того, что тут не только есть уся коммуникации. Попередние владельники поспели навод теплозбирагающие в окна поставить. Иншая справа, ци зможа пережить в неэксплуатуемый былый дитячий сад зиму, особливо при наших минусовых температурах. Стены, зразумела, вытремуют. А вось система отепления можа пройти у непригодность. Тому продаж объекта по минимальному коште так само не выключение. Правда, и увага до его будзе больше повышенной, як у Вогуни и до всех инших объектов, які реализованы за одну базовую величиню. Конечно, бывают случаи, что не выполняются условия. В этом году в бюджет у нас поступило 250 млн. рублей именно штрафы за невыполнение условий. Но в основном, конечно, если человек серьезно настроен, если инвестор в будущем видит, для чего он это делает, эти объекты работают, все выполняется срок и даже досрочно, чем написано в договоре купли-продажи. Подписная кампания на ближайшее по угодзе, так само тематичная накерованность выданию, что у выходзе у медиа-холдинг «Выдовецкого дома звязда», разглядались сёня под час промога эфиру «Передача задай пытания уладзе» на «Радою Гомель+.» Гостями студии стали намесник головного редактора газеты «Звязда» Миколай Литвинов и уластный корреспондент газеты «Звязда» по Гомельской области Ирина Сташкевич. У складной бунешага беларуского медиа-холдинга «Выдовецкого дома звязда» сёня выходят часописы «Полымя», «Нёман», «Олеся», «Вожик», «Маладость», «Бяроска», «Родная природа», а так само газеты «Литература и Мастацтва» и «Звязда». У каждого выдания своя тематичная накерованность и взростовая аудитория. До прикладу часопис «Полымя» смешает творы лепших альшинных письменников. «Бяроска» различена на дятей и адлюстровая их творчасть. Часопис «Олеся» расповедая про ведомых беларуских особоу. Основное выдание медиа-холдинга «Безумовна» газета «Звязда». Она выходит пять разов на тыдень. До того ж с пыльной переодышностью у её измешаются тематичные сторонки додатки. До прикладу мясовое самокерование, диалог по меж улады и народам. Жерандоля расповедая про культурное житё Беларуси. Союз Евразии осветляя подеи, которые отбываются на евразийской просторы. На сторонках «Звязды» и ей додатков так само можно знайсти цикавую информацию об спортивных падеях и особах, материалы накерованные на умоцывание здоровья и семейных каштонностей. А так само рецепты страу, анекдоты, парады для огородников, крыжаванки на беларуской мове. Треба значить газета «Звязда» – один республиканское выдание, якое целиком выходит на беларуской мове. А яше уёй публикуется специальная рубрика «Размовляем по беларуску», якая створается суместно с телерадой компании «Гомель». У нас есть совместный проект, разом с Гомельской телестудией «Беларады» компании «Размовляем по беларуску». Конечно, это проект накерованный на популяризацию беларуской мовы, покольки наша газета «Звязда» выходит на беларуской мове, выходит уже амаль ста годзе. И тому вельми цикава была популяризовать сярод телеглядачоу и наших читачоу. Такого разумения, что беларуская мова – это родная. Я думаю, что с допомогой нашего проекта всё-таки мы научим размовлять по беларуску. У Гомельским державным машинобудовнишим колледже пройшла, что годовая навыково-практичная конференция – от инновации до эффективного вынеку. За пять годов она фактично стала международной. А кроме беларуских вынаходок, на её представили и российские. С некоторыми из них познайомилась Ганна Ковалёва. Этот маленький робот стольный проводить доследование навокольного сяродя. С допомогой его сенсоров можно вызначить уровень радиации, температуру, вельгодность поветра и инши дадзины. Всё, что требует для его кирования – телефон с блютузом или доступом в интернет. При этом координовать рук робота можно на отлеглости километра на протягу прикладной годины. Сюда прибор справа рук наученца Гомельского машинобудовнического колледжа. Максим Кирьянов працавал над ним целый год. И вот нарештый представил на навыково-практичной конференции аденовации до эффективного вынеку. Робот сделан для того, чтобы можно было исследовать участки, на которые человек попасть не может. То есть, например, тот же самый Черновый. Мы можем отправить туда робота, получить все данные о его сенсорах на мобильном телефоне либо ПК и уже дальше решать вопрос о том, что можно туда пускать люди, либо нет. Зараз Максим працует над новой версией робота, которая может перемещаться не только по суше, а и по воде, и по поветру. А кроме ОГО, свои вынаходки на конференции представили навыкшенцы больше, как 20 белорусских и российских установ адукации. Сярод представленных инноваций ИТ, яке уже зараз променяются на практице. Одно из таких – система контроля доступа. Сюня она выкорастовывается в будинку интерната Гомельского машинобудовничего колледжа. У каждого вушня есть именная карта. Про ее сшитвание программа выдаёт дадзины обладальнику. Фотографию, номер учебной группы и покоя в интернате. История наведывания заховывается у особную базу дадзины, якую в любой момент можно проглядеть. На данный момент программа, в общем-то говоря, проходит тестирование в общежитии. И пока не очень хорошо удаётся разграничить именно поток. Но это в будущем будет решено установкой второго считывателя. Один, который будет поставлен на вход, а второй на выход. Это поможет снизить поток людей и, собственно, решить данную проблему. Один и белорусский аналог вельми узкопрофильный. При этом его кошт каля трех тысяч долларов. На вынаходство ж гомельских наученцев спотребилось аусяго сто тысяч белорусских рублёв. Уже сённях этой системы зацикавились аля Довый палац и гомельский гандлёвый экономичный колледж. Технопарк наш в Минске проводил научно-техническую выставку, на котором было представлено 80 проектов. Из них 30 пройшли в финал. Четыре из них представлены Министерством образования. Вот один из этих проектов – это проект нашего колледжа. Он сейчас проходит стадию коммерциализации. То есть будет рассмотрен вопрос о практическом внедрении. Усяго на конференции прагучало больше, как полторы сотни докладов. Уся они увыдуть у традиционный сборник теоретичных прац. Але самое главное тое, что уже зараз гэта инноваций истнуют не только на паперы, а з'являются дзючими моделями. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». На галлоны ёлцы Гомеля запалили святочные огни. Усоведящим на площади Ленина пройшли массовые гулянни, концерт лепших творческих коллективов областного центра и ведомыш с устреша с Дедом Морозом. Раз, два, три! Наша ёлочка горит! Дедушка, не работает твоё волшебство! Леонть, Рост, работай! Галлону ёлку Гомеля упрыгожили больше, как пять с половой тысяч энергосбирагальных светло-диодных лямпочек. Вышиня новогодней прыгожунь в этом году склала маль 32 метры. На верховине установлена новая вифлеемская зорка. У целым площу Ленина оформили у комплексе. Тут усталявали резиденцию Деда Мороза, пятиметровую ёлочную цаску и гигантский подарунок. З'явилось и так само другое зорное небо – город Майстроу и Ганлёвые роды. Основная ж иллюминация на магистральных улицах областного центра будет включена с 24 на 25 снежня. Учаканне новогодних святов на базе городского центра культуры сегодня провели брифинг присвешенной организации доброчинного марафона «Великая ёлка добрых справ». Координаторы обмерковали усе нюансы святошного меропроемства. 26 снежня палац лёгкой атлетики «Динамо» запрашаў всех принять удел у доброчинной акции «Великая ёлка добрых справ». Организаторам акции выступить городский центр культуры при поддержке управления спорта и туризма Гомельского облаканкама. У рамках святошного марафона будуть представлены шерых новогодних программ и концерт с уделом гомельских артистов и театральных студий города Минска. Гостя и удельница брифингу директор Гомельского областного отделения «Беларусский детящий фонд» Мяжевич Лариса подкреслила. Акция да поможа будзіць серце людзей. Саправды, ах вяравані на добрые мэты гэта заужды приемна. Таким чынам помножаюцца усмешкі, амары обжыцёва патрыбных рэчах становіцца реальнастю. Додаткову інформацію об святошных меропроемствах можна отрымаць на сайте гомельского гарвы канкама. Городской центр культуры прилашает гомельчан и гостей города посетите предновогодние и новогодние мероприятия для всей семьи. Мы подготовили новогодніе огоньки, вечера, вечёрки, праздничные дискотеки, танцевальные программы. Для детей мы проведём новогодніе утренніки, театрализованное представление. Хочется, чтобы мы подумали и о тех, кто встретит этот Новый год, к сожалению, у постели больного ребёнка. И, конечно, как завершение наших общих добрых дел, как итог года, возникла такая идея провести акцию благотворительный мегамарафон, который называется «Ёлка добрых дел». Эта ёлка добрых дел состоит из наших с вами добрых дел посильного вклада каждого в помощь больным детям. У Гомельской области в будущем может заявиться ещё один профессийный гандбольный клуб, який будет выступать в чемпионате Беларуси. Об этом поведоми устаршиня Беларусской федерации гандбола Владимир Коноплёв. У Гомеля отбылось выездное посажение в оконкам организации. Головная мета таких посажений – на месте доведаться, как идут справы и куда рухается беларусский гандбол. У Гомельской области гэтый вид спорта зараз на подъёме. Мужчинская жаночая команды гандбольного клуба «Гомель» на протягу опушных годов змагаются за узнагороды национального чемпионату. Але не только поспехи прытягивают болельщиков на трибуны. Кожная гульня, асаблева супрать принципиальных соперников – это саправдная свята. У регионе гандболом займается каля тысячи дятей подлетком. Культивуют в этой вид спорта только четыре спортшколы – две у Гомеля, по одной у Рогачёвей Жлобине. И это недостатково для такого региона, як Гомельская область. Мы хотим эту географию расширить, и это тоже одна из целей проведения нашего выездного исполкома. Об необходности створения у Гомельской области еще одного профессийного гандбольного клуба заговорили некольких годов тому. У регионе есть городы с необходимой инфраструктурой и махчимостями. Зъявление еще одной команды у райцентра будет добрым штуршком у тем ликой для развития дитячих гандбола. Один из реальных претендентов – Жлобин. У 2013 году там зъявился Палац гульновых видов спорта. Арена уже пройшла обкатку. На ее проходили фестиваль гандбола, финальный этап – розыгрышу Кубка краины сяроджаночных команд и отборочный турнир чемпионату Европы сяроджавчат. На тагошу Жлобинским центры Олимпийского резерву открыли отделение гэтага вида спорту. Мы в хорошем контакте находимся с руководством Жлобинского района. И как только немножко экономическая ситуация улучшится на металлургическом заводе, я думаю, что будем думать про это. Для того, чтобы нормально начала существовать команда, нам надо где-то в пределах, первоначально нормально начала существовать гандбольная команда, она где-то в пределах двух миллиардов рублей белорусских. А это, я думаю, посильно и области, и в том числе и Жлобином. Конкретные даты створения и места дислокации нового клуба не называются, однако перспектива заявления областного дерби в гандбольном чемпионате краины не может не радовать. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу. www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин